После нескольких посадок делаем контрольное взвешивание. И так было сделано два блока. Смотрим. По внешнему виду выглядят эти блоки одинаково. Делаем взвешивание. Встариваем весы. И так. Так, чтобы не падал кнопка. Стоять, 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 стоять. Девятьсот восемьдесят. То есть вес этого блока девятьсот восемьдесят. Эта информация нужна будет в дальнейшем. Для того, чтобы через две-три волны, когда у вас два раза вы уже собрали урожай, взвесьте вот эти блоки. И не задавайте вопрос, почему у вас дальше не растут грибы. После первой и второй волны этот блок может весить три килограмма. То есть жидкости, влажности в нем не осталось. И урожаю ожидать вот этого блока бесполезно. И так. В предыдущем было девятьсот восемьдесят. В этом десять двести. В среднем, если сделать пятьдесят таких блоков, то средний вес у них получается десять килограмм. Не делаем никаких постановочных видео, никаких там других съемок, там что-то. Вот смотрим внимательно. Вот сейчас. Давайте посмотрим, что добавим света. Свету. Свету камп. Вот видим. Вот отношение блока. Этот блок маленький. Вот тут побольше. Ну, мы знаем, как все вот здесь происходит. Эти блоки уже после среза, после сбора урожая. Вчера собираем. Так. Вчера собрали вот урожай. Значит, смотрим, как это все выглядит вот на данный момент. И сейчас для подтверждения того, о чем была в предыдущем речь. Вот для примера. Ну, какой вам вырубленок? Вот этот, вот этот или вот этот? Средний. Этот средний, этот самый большой. Эти два поменьше. Вот давайте возьмем вот этот большой. По объему они все нарезаются под линейку. То есть, было 80. Здесь очень большой такой вот слофан. То есть, он не был сделан вот таким вот образом. Давайте выберем что-то более-менее такое актуальное, что уже отработало. Сейчас мы это найдем. Сейчас мы это найдем. Вот, к примеру, вот этот блок. Он стоял вверху. Скорее всего, что он отдал уже довольно-таки достаточный урожай. Вот, было пять дырок сделано на этот блок. И сейчас мы его попробуем взвесить. И посмотрим, сколько влажности осталось в этом блоке. Вот. Никаких постановочных съемок, никаких предварительных. Вот этот блок вот держу в руках. Сейчас мы будем взвешивать. Тут осталось. Что-то мы не собрали. Где-то получила какая-то дырочка. Все знают, что грибы в вешенку можно употреблять пищу. В сыром виде. Только она невкусная. Надо добавлять соль. Соль, она намного вкуснее. Вот так взвешиваем вот этот блок. И так? Эти цифры показывают. То есть реально этот блок был сделан тем же образом, по той же технологии, как предыдущие. 7,300. А был 10. А был 10. То есть реально минус сколько? 2,800. Это 2,800 этот блок уже выдал за предыдущую волну. Осталось 7,300. У него еще остался потенциал для того, чтобы сделать еще одну волну в дальнейшем. Но после еще одной волны, когда он через 2 недели и после среза уже следующей волны, в нем останется где-то килограмма 4,5. Ожидать от этого блока бесполезно каких-то результатов. Значит для этого его нужно будет перед запуском на следующую волну предварительно замачивать. Отмыть его от ингибиторов роста, которые будут в нем собираться и для этого делаем вот это контрольное взвешивание перед тем, когда мы заставляем блоки на полке. Значит в процессе роста, процесса вентиляции, процессе обогрева они теряют какой-то вес, какой-то вес выдаст грибы, грибы своей поверхности будут испарять тоже свою влагу и в дальнейшем остается, чем дальше мы будем из них вытягивать, чем будет все оставаться все меньше и меньше веса в этом блоке. И в дальнейшем, если мы этот блок еще отнесем на улицу и попробуем от него вытянуть еще какие-то моменты, то из него останется вот приблизительно вот такая шайба, от которой ожидать уже урожая будет бесполезно, закопайте ее где-то под деревом или под пеньком там на даче или в любом там месте, где получается. И в дальнейшем просто изымая влагу из грунта, этот блок еще будет плодоносить несколько лет и на этом как бы все. И вот давайте снимем, вот посмотрим. Вот идеально все получилось. 6 прорезей. Да, маркирую не делали, это не так важно, но обратим внимание, шапочки завернуты, то есть вентиляции здесь абсолютно достаточно. Относительно вентиляции, ну чуть позже сделаем вот публикацию. Вот обратите внимание, то есть каждая гроздь абсолютно в идеальном состоянии и самое главное, что запускается на рост не 10-15 шапочек. Вот, посмотрите сюда. Вот это абортыши, которым уже не хватает воздуха под этими шапочками. То есть все шляпки, вот, ну эти абортыши, которые уже просто воздуха не хватает, потому что вот эти шапочки, которые нам уже больше, они будут уже потреблять кислород и не дают возможности им вырастать. Ну а тут красота. Еще можно посмотреть вот на такие моменты. Вот здесь видим шапочки такого серого цвета, оно чуть дальше. Это коричневый вот такой. Вот такого коричневого цвета, он сколько там показывает камера. А вот этот темно-серый. Темно-серого, это скорее всего, это P80, вот такой вот сорт. И здесь? Здесь тоже что-то похоже на какой-то P80, но какой-то такой гибридный блок, там неизвестно что там из него растет. Вот смотрим. Смотрите, подождите, ножки потянули. Воздуха мало просто. Смотрим вот чуть дальше. Вот это. Дальше, дальше, дальше. Вот здесь вот. Это есть. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. То есть ножки абсолютно не складываются. Вырастает вот такая огромная гроздя. Она будет занимать главное явление в этом блоке. Она доминирующая. Да, она доминирующая в этом. И все, что останется остальное, ну это... Они уже поменьше просто. А вот смотри, такой маленький блокчик. Две разделы. Сейчас, сейчас, сейчас. И еще, еще, еще. Это где-то на 3 килограмма. Да, еще вот здесь. Смотри, вот это на 3 килограмма. Вот этот блок, он раз, два, три. С трех сторон. И вот здесь. И моргий. Вот здесь довольно-таки интересно. То есть получилось так, что достаточное количество воздуха дало возможность, ну, развиваться множество шапочек. Но абортыши, опять же-таки, есть. Видимо, они уже просто подсыхают. А остальные грибы тут вырастают полным ходом. Ему нужно еще один день где-то расти. Да, и сейчас можно посмотреть еще вот такую красоту. Да, вот одна дырочка. Сколько? 4 грозди красивые. Здесь вот при морге не образовались, но в основном вот красиво вот остут грибочки. А в этом месте, ну, видно, что остались места после сбора. Чисто все подобрано. Вот и есть. Еще оставили 2 грозди. Они, скорее всего, чуть-чуть им еще дня два. И будет с ними все нормально. Ну, и в других местах вот можно тоже вот чуть ниже. Раз, два, четыре. Здесь собрали 4 грозди. Осталась одна маленькая. Вчера не собрала. Сегодня вечером где-то... Эй, ее соберем. О, вот этот тоже повисит. Этот бокс стартовал чуть позже, из-за того, что это немножко другой штамм. И он не синхронно пошел там с М5. Он чуть позже. Это или 77, или 80. Но он, ну, вот, растет по своим. Довольно-таки белый, но где-то сложилось у него. Это обстоятельства для роста. М5-ый, вот, красивый штамм. Хрупкий. Вот, и мягкий рип. Нету совсем жесткости в его... В структуре. В структуре. Вот, ой, смотрите, какие... На гвоздики. Ну и на этом заканчиваем видеоматериалы. Я бы хотел закончить на такой оптимистической ноте. Поздравить всех пользователей канала с Новым Годом. Пожелать им всему самого лучшего. И вот таких вот результатов... Вот таких вот результатов. Вот здесь. Классика жанра. Смотрите. Прошу обратить внимание. Да, вот таких тоже. Чтобы было ни... Как там, ни... Ни пуха, ни пера. Ни гвоздя, ни жезла. Ни триходерма, ни пенициллина. Вот на таком оптимистичном материале. Заканчиваем мы эту публикацию. Поздравляем всех с Новым Годом. Желаем всего лучшего. И огромных перспектив и огромного сотрудничества.